Дорогие друзья, сегодня я хочу приготовить знаменитый французский десерт, который называется Финансье. Готовится он элементарно, а поможет мне миксер от шефа. Смотрите за мной и повторяйте, рецепт очень простой. В первую очередь нужно будет взять 150 граммов сливочного масла. И в ковше от шефа нужно будет его растопить до жидкого состояния. Французы, когда готовят Финансье, иногда это сливочное масло сжигают, то есть ставят на плиту. Масло закипает и потом оно сгорает. Только после этого они сливают только верхний вот этот золотой слой сливочного масла. Я не буду усложнять жизнь, мы просто его растопим. Пока растапливается сливочное масло, мне нужно будет измельчить орехи. Вы можете взять фундук, миндаль, грецкий орех. Ну а классический рецепт, это, конечно же, очищенный бланшированный миндаль. Я воспользуюсь миндальными лепестками. Посмотрите, если, допустим, у вас их нет, возьмите миндаль, опустите в термосервирователь, залейте кипятком, на несколько минут оставьте, и потом кожицу быстро снимите. И все это при помощи турбомикса измельчаете в миндальную муку. Я обожаю турбомикс, потому что за считанные секунды вы можете измельчить любые продукты. Буквально несколько вот таких движений, и орех превращается в пудру. Смотрите, какая получается легкая и воздушная ореховая мука. При взбивании она насыщается кислородом и становится вот такая воздушная. Потом сюда я просеиваю 45 граммов муки. Когда просеяли муку, ее сразу же нужно будет перемешать миндальной мукой, чтобы не было комочков. Все это перемешиваем силиконовым скребком. Это лучший помощник на вашей кухне, когда вы готовите. Он очень гибкий, послушный, не царапает посуду. Посмотрите, не боится высоких температур. Поэтому всегда держите возле себя скребок. Итак, перемешали. Потом для этого рецепта понадобится 140 граммов сахарной пудры. Сахарную пудру нужно будет тоже просеять, но сначала мы берем половину, то есть 70 граммов. Тоже перемешиваем. Обратите внимание, как просто готовится выпечка. Я стараюсь подбирать рецепты несложные, чтобы вы не боялись, чтобы у вас всегда все получалось. Вот такая получается, посмотрите, ореховая сладкая мука. Видите? Как я уже говорил, может быть фундук. Грецкий орех, конечно, он жирноват, но вот фундук, кишью, миндаль, то, что надо. А сейчас я взобью 4 белка. И здесь мне поможет миксер от шефа. Когда вы используете яичный белок, он должен быть хорошо охлажден. То есть достаем его из холодильника. Чтобы он взбивался еще лучше, я всегда добавляю щепотку соли или немножко лимонного сока. Можете добавить также и уксус, но только пол чайной ложки. Итак, посмотрите, при помощи миксера от шефа белок взбивается за считанные секунды. Посмотрите. Посмотрите. Как только белок начинает держать форму, посмотрите, добавляем оставшуюся сахарную пудру. Если вы сахарную пудру сразу высыпите в белок, то этот белок может не взбиться. Поэтому сначала взбиваем пышную пену, только потом добавляем оставшуюся сахарную пудру. И взбиваем. Посмотрите, как легко и просто при помощи миксера от шефа вы можете взбить белки. Посмотрите, самое важное, чтобы они не вытекали. Белок должен иметь плотную структуру. Что мы делаем дальше? Теперь этот белок взбитый выкладываем к измельченным орехам с мукой и сахарной пудрой. Взбитый белок достаем силиконовым скребком. Никаких ложек, вилок, острых предметов вы не должны использовать при готовке. Иначе испортите всю посуду. А потом будете ходить и жаловаться, что у вас все поцарапалось. Итак, посмотрите, теперь аккуратно начинаем вмешивать орехи во взбитый белок. Аккуратно снизу вверх вмешиваем и постепенно вливаем растопленное сливочное масло. По чуть-чуть. Вот такой получается масляный ореховый бисквит. А по-французски это финансия. Я уверен, что у вас все получится. Самое главное, не бойтесь экспериментировать, и тогда результат не оставит себя долго ждать. Вот такое получается нежное и воздушное тесто за счет того, что мы добавили сюда не яйца, а взбитые белки. Смотрите. Миндаль измельчился легкий. И в самую последнюю очередь я добавляю сюда измельченные писташки. Но я их не буду измельчать так мелко, как миндаль. Слегка. Писташки я не буду измельчать слишком мелко. Вот так слегка. Высыпаю половину. Оставшуюся часть писташек буду использовать при декорировании. Перемешиваю. И готовое тесто должно немного постоять. Готовое тесто нужно будет охладить в холодильнике. Посмотрите. Выкладываем все это в миксер от шефа. Видите, вы в нем можете не только взбивать, но и охлаждать в холодильнике. Также все это хранить. И занимает не много места. Скребком зачищаем. Смотрите, как идеально, чисто. Силиконовый скребок все зачищает. Стенки прозрачные. Виден объем. Закрываем все герметично крышкой и убираем примерно где-то минут на 30 в холодильник. Тесто постояло в холодильнике, отдохнуло, и теперь его можно выкладывать в кондитерский мешок. Обратите внимание на новый кондитерский мешок. Он большой. Вы можете отсаживать и эклеры, посмотрите, и пропитроли. Можете также украшать разные торты при помощи зубчатых насадок. Насадок здесь много, и они все разные. Можете писать надписи на тортах. Я воспользуюсь самой большой, крупной насадкой. Поворачиваю кондитерский мешок для того, чтобы тесто проникало вовнутрь, а не на руки. Вот здесь обязательно нужно будет закрыть при помощи пальцев, чтобы тесто также не вытекало. И сейчас начинаю накладывать тесто. Выливаю все сюда. И сейчас все это, и сейчас готовое тесто я буду отсаживать в силиконовые формы для финансиера. Обратите внимание, что силиконовые формы не нужно ничем смазывать. Вам достаточно только их помыть и все. тесто отсаживаем на три четверти формы. Если вы используете зубчатую трубочку для кондитерского мешка, то фисташки желательно измельчить помельче, иначе они будут застревать. Итак, тесто отсадили и теперь оставшимися фисташками мы посыпаем сверху. Эти финансиер вы можете украсить сухофруктами, орехами, можете положить свежие ягоды, допустим, клюкву, малину, смородину, чернику. сверху прям кладете и запекаете. Готовые финансиер отправляем запекаться в духовку в разогретую до 180 градусов и выпекаем 15 минут. Очень быстро. Вуаля! Время выпекания 15 минут. Готовые теплые финансиер принято подавать с холодным мороженым или сорбетом либо с жареными фруктами или ягодами. Я буду сейчас готовить ананас. Вначале его нужно будет почистить и нарезать на мелкие ломтики. удаляем сначала кожицу. Посмотрите, как удобно все это нарезать ножом от шефа. Идеально! Отрезаем все вот эти коричневые пупырышки. Вначале я всегда нарезаю пополам, еще пополам. сердцевину удаляем. Если вы, допустим, худеете, то эту кочерыжку вы не выбрасываете, вы просто ее грызете. Отложите в сторону, в течение дня ходите и грызите. Я вас уверяю, в эти кочерыжки вы не выбрасываете, сложите их в холодильник и в течение дня вы можете их грызть. Я могу сказать, что если в день вы хотя бы одну кочерыжку будете съедать, я вас уверяю, вы по одному килограмму быстро будете скидывать. Так что все идет в дело. Смотрите, каждую четвертинку нарезаем на трое, нарезаете на три дольки и потом уже режете ломтики. готовые дольки выкладываем в замерзочное блюдо. финансия готовы. Достаем их из духовки. Смотрите, как я люблю силиконовые формы. Им никогда ничего не прилипает. Видите? Вот такие получаются красивые финансия. слегка их охлаждаем, а тем временем начинаем жарить ананасы. Я их буду жарить карамелью. Для того, чтобы приготовить карамель, нужно будет взять сковороду от шефа, хорошо ее разогреть и постепенно начинаем засыпать сахар. как только он начнет плавиться, добавляем очередную порцию сахара. Если сахар закипит, то карамель будет горчить. Поэтому старайтесь, чтобы этого не произошло. при помощи силиконового скребка нужно будет вмешивать сахар в карамель. Видите, уже закипает. Быстренько сюда сахар. И перемешиваем. потом готовую карамель добавляем ананасы. Все это обжариваем. Вот так быстренько карамель, ананасы. слишком долго не жарьте, иначе ананасы могут потерять форму. Чтобы у вас получился карамельный соус, добавьте немного сливочного масла. в процессе жарки. Соус у вас тогда слегка загустеет и не застынет. Если, допустим, у вас нет свежих ананасов, вы можете использовать бананы, яблоки, груши, все, что хотите. если нет свежих, возьмите консервированные. И после того, как фрукты обжарились в карамели, я обычно их фламбирую. Что это значит? Берем коньяк или ром или любой вкусный алкоголь, это может быть куантро, добавляем в конце жарки и лишний спирт выпариваем. Смотрите, спирт улетучивается, сгорает и остается только аромат. все ананасы готовы, снимаем с огня. Готовый финансер перед подачей обязательно посыпьте сахарной пудрой слегка. Как снегом припорошить их слегка. вы можете подавать и на завтрак, и на обед, и на ужин в качестве десерта. Смотрите, как удобно вы можете заранее напечь их, убрать в герметичные емкости и там их хранить. либо сразу подавать. Если вы подаете порционно в качестве десерта, то посмотрите, сначала в тарелку вы выкладываете обжаренные в карамели ананасы. Выливаем все это соусом. и сверху кладем ананасы. Я уверен, что этот прекрасный французский десерт финансе вы обязательно приготовите дома и проведете презентации. Приятного аппетита!